Томочка учится застегивать обувь. Да, Том? Ой, молодец, старается как. Женечка, что там, дочь? Вон она. Круглешок и тонкая? Да. Папа ремонтирует, покажи. Вот купили, даже не хватает на сезон обувь. Все. Вон она, мам. Доченька. Переди, сзади. Не надо, милая, трогать. Или пучки надо. Мама, смотри. Почему все время все ломается? Потому что Женя... Я расстегиваю их уже. Я расстегиваю, а Сашка, видишь, не рассказывает. Не рассказывает? Если она не рассказывает, то я расстегиваю. Если она рассказывает, то я не расстегиваю. А ты расстегивай всегда. Красивая обувь, но такая некачественная. Кто тут рвется, кто тут, кто тут. Кто тут, где желтая. Хочется, чтобы девочки красивые были, а получается, все рвется и ломается. И все наоборот. Да, наоборот. Сейчас папа ремонтирует обувь. Нет, так надо будет покупать. Если папа не сможет отремонтировать. Да. Скажи, отремонтировать. Нет. Если он не сможет их сделать, то вообще... Скажи, отремонтировать. Поехали за продуктами. Хлеба дома нет, молока. Поедем, купим. Дети сегодня ходили, помогали в садике делать фигуры. Какое делали, не знаю еще. Попросили в садике. Мы каждый год всегда помогали. Но в этом году мы сами не пошли, пошли дети только. Настя с Димой и Алина помогали раскрашивать фигуры. Вася нынче не ходил. Ни в одну группу, ни во вторую. Шпора на ноге растет. И как бы морозить ногу тоже сильно нельзя. Не знаю, чего только уже не делали. И рентген, конечно, ходили, делали и к врачу. Но врач сказал, растет шпора. Уже весь интернет перелазили. Уже все, все. Не знаю, что... Ничего не помогает. Да, папа? Да. И греет каждый день. И солью там... Записываю три дня. Пора греешь, и все. Ага. И все проходит. А тут уже... Два месяца уже. Три. Три месяца борется он с этой шпорой. Еле ходит вот. Может, стоять не надо. Уже один. Ну, уже, говорит, вторая нога начинает болеть. Ну, не знаю, там что-нибудь поможет уже. Все перепробовали, что можно. Подарки детям. Заказали мы куклы. Конечно, не Бебеборн, но аналог. Вот я так переживаю. Хоть бы пришли вовремя. Женя с Сашей. Женя очень просит. Вот. Уже купили мы машинку на пульте. Как они там просили. Саша просила. Подарки в садик. У нас только нынче в школу уже не надо. Дарина уже в пятом классе. Все родители сказали, что смеяться. Они уже большие. Никаких подарков. Вот. Томочке только надо. И Жене, Саше. Ну, на родительском комитете решили, что родители подарки делают сами. Единственное, что одинаковые пакетики и Дед Мороз потом подарит. К Томе в группу вообще идти нам не положено. Не разрешают. Но подарок надо будет принести. Лишь бы не заболели дети. К празднику. Вот. На неделю буду. Сейчас, если что-то закупить сегодня, например, они все дома, ну, не получится. Вот на неделю поеду уже буду покупать сладкое все, чтобы в подарок положить. К Томе в подарок родители решили, что сладкого не надо. Положить игрушечку, скорее всего. Ну, там может быть мандаринку, апельсинку, что-то такое. Чтобы не тяжело было. Они же маленькие. Чтобы там подарки были небольшие. Вот так вот у нас с подарками. Насте, Алине, я уже, наверное, третий год подряд, они сами сказали, мам, нам не надо никаких подарков. В общем, я им даю по тысяче. И они уже сами решают, что они там себе купят. Ну, или мама будет там бегать, непонятно, что им покупать. Или они говорят, это очень хороший подарок, я им по тысяче даю. И они сами уже решают, что им купить. Настя там косметику себе покупает. Алина не знаю, куда там потратит. Похоже, все съедает. Ну, а Дарина пока еще тоже как детям. Я покупаю то, что она попросит у Деда Мороза. Ну, конечно, она уже это понимает, что это все мама купит. Ну, Дарине еще подарок под елку, как детям маленьким. На следующий год не знаю. Может быть, она уже что-то другое попросит. Может быть, уже не станет писать Деду Морозу письмо. Может, просто тоже не деньгами, а так вот дам. Потому что она еще у нас маленькая. Сильно деньгами распоряжаться не может. Вот так вот у нас. Вот живем в селе, не можем найти, где елку купить. В том году продавали все, кто на пилорамах. А нынче сказали, на пилорамах нигде никто елки не заготавливал. Сказали, может быть, есть в лесничестве. Вот завтра понедельник, поедем в лесничество там искать. Спрашивала, вроде как шел слух, что можно будет самим заготавливать елку. Ну, пойти порубить. Нет, сказали, нет, нельзя. Я спрашивала там в группе. Пять тысяч штраф, да. Ну, будем искать завтра елку. Съездили в магазин. Кот там ходит. Купила я колбаску филейную, у нас папа ее любит и дети. А вот Настя не любит филейную, я ей купила такую домашнюю. Взяла масло сливочное, написано ГОСТовское, 470 рублей за килограмм. Попробуем, что это за масло такое. Так дорого. Дети взяла яблоки, мандарины, сказали, сочные, вкусные. Взяла себе немножко холодца. Ну, и сыр любимый. Дети, которые очень любят, да? Женечка, любишь такой колбасный? Взяла молоко. Дети на несколько все просили, сегодня все утро не было молока. Взяла кефир, печенье. Детям уже закончилось, только пряники остались. Хлеб мы покупаем один черный, один белый и потом. И готова. Ага, взяла конфеты детям. Объясняли, объясняли, какие им надо. Ой, как нашла у нас. Вот такие конфеты. Можно одну возьму. Можно, ага. Вот такие у нас сегодня покупочки. Мясо и курицу я покупала в пятницу. Ну, не снимала я, потому что покупала только мясо и курицу и хлеб. Нечего там было сильно показывать. Папа со своими любимыми растениями. Что это у тебя такое? Колоколь? Алло? А там что еще? Я-то я не знаю. Не знаешь? Вот, пытается он тут это все размножить и вырастить. Вот эти уже кое-корешки дают. Угу, хорошо. Вот маленькие. Угу. Ну, давай уж, или три, дыши. Сколько присаживать можно? Ну, молодец. Все, вот. Стоп, 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 стоп. Ты же седешь. Я одна. Сама? Умница. Умница. Понравились детям мандаринки. Ой, я хочу много съесть. Много съесть хочешь? Я 10 съем. Угу. Нет, 50. Ты что, 50 ты не сможешь съесть. Тома, ты сама? Сладкие, говорят, такие без косточек. В следующий раз опять такие же купим. Да. Смотри. Хорошо. Маленькие косточки есть. А, есть все-таки? Да. Да. Ой, смотри. Да. Они в форме тыковки. Угу. Да. Ага, Томочка покашляй. Нагулялась я вчера. Сегодня не ходила гулять. Только дети маленькие, постарше, которые ходили. Ой, ей так сам процесс нравится чистить мандаринки. Она сама малютка еще и мандаринки малютки. Ну. Вот еще одна без косточка. Я тебе без косточка. Я еще одну. А у меня без косточки есть. Ну, это моя сладкая девочка. Я у нее ты и мама съела. Ну, молодец. В каком магазине это все покупали? Ну, в нашем любимом мясном дворике. Мы там все покупаем. Угу. Да, да. Да, с папой. Ну. Как вкусно. Ой, как вкусно, да. Это обозначает, что это так. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Нет, давайте вы скажете до свидания. Не хотите? Нет, еще. Еще постебай, пока мы еще не доели. Вон там уже пока помахала. Ну, ладно. Скажите до свидания. До свидания. До свидания. До встречи. Еще завтра приходите. Прием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова